Мужчины, которые снимали девушек по вызову. Какой совет вы можете дать тем, кто хочет это попробовать? Оставьте ваш бумажник и дорогие часы в другом месте. Не берите с собой лишних денег. Лучший способ совершить оплату – положить всю согласованную заранее сумму в простой конверт, положив его куда-нибудь на столик на видное место сразу после того, как вы войдете к ней. Не обязательно даже говорить об этом или указывать на это, потому что она будет внимательно следить за вами. Информация от профсоюза девушек по вызову нашего города. В нашей стране эта профессия легальна. Чем выше цена, тем ниже вероятность, что девушку принуждают к этому занятию. Найдите девушку по вызову через интернет, не идите в массажный салон. Типичные жертвы торговли людьми. Очень юные, не живут в одном месте долго, доступны в режиме 24 на 7, готовы оказать любые услуги, включая фетиши, и стоят относительно недорого. А еще не говорят на вашем языке, но предпочитают обговорить все вопросы заранее через сообщение. Помните, сутенеры хотят получать максимальную прибыль от своих активов, поэтому они готовы заставлять их работать в режиме 24 на 7. Не делайте этого, если вы думаете, что такой опыт как-то изменит вас и поможет вам стать востребованием у женщин. Вы получите то, за что заплатили, поэтому не удивляйтесь, если вы выбрали самое дешевое предложение и получили неприятный опыт. Попробуйте снять девушку по вызову там, где это легально. Если вы не можете отправиться в такие страны, попробуйте найти информацию, чтобы убедиться, что вы не спонсируете торговцев людьми. Попробуйте найти сайт, где девушки по вызову могут лучше узнать вас и где вы можете лучше узнать их до самой встречи. Если у вас был хороший опыт, не позволяйте этому превратиться в привычку. Интим в отношениях удовлетворяет гораздо больше, чем с девушкой по вызову. Не теряйте надежду, что когда-нибудь у вас будет такое. Не торгуйтесь. Положите оплату в конверт и отдайте ей, как только она войдет. Если вы уже приняли душ, и она предложит вам снова принять душ, просто сделайте это. Если агентство, предоставляющее эту услугу, решит проверить вашу личность, просто согласитесь. Будьте трезвыми. Если она не трезва, уходите. Если вы услышите от нее что-то типа «мне нужно сходить к моему водителю» или «я сбегаю в вестибюль и куплю себе напиток», то вам попалась аферистка. Сообщите ей о своих нуждах, фантазиях, планах на вечер заранее. Большинство дорогих агентств подобного рода относятся к своей работе серьезно, а вам тоже следует воспринимать их серьезно. Этот опыт может быть приятным, безопасным, приносящим удовольствие, если вы проверите агентства так же, как они будут проверять вас. Найдите себе подходящую девушку, и это легко может превратиться в хобби или отдушиной для всех ваших фантазий причуд и потребностей. Обращайся к независимым эскортницам, не подбирай девушек с трассы. Оставь ее в покое, когда твое время вышло, если не готов оплачивать дополнительное время. Она проводит с тобой время за деньги, поэтому не влюбляйся в нее. Она не нуждается в том, чтобы ее спасали. Не будь рыцарем на белом коне. Веди себя так, будто это свидание. Обращайся с ней, как с человеком. Дай ей чаевые, а если тебе было хорошо, дай очень хорошие чаевые. Помни, что не все, кто занимается этой работой, хотят заниматься этой работой. Если ты встретился с цыпочкой и тебе не понравился опыт, может быть, стоит попробовать с другой. Если ты найдешь девушку, которой нравится делать то, что она делает тебе, крупно повезло. Ты поймешь, когда это произойдет. Изменено. Ах да, одно из главных правил, совсем забыл. Не снимай резину со своего шланга. Не будь идиотом и не проси ее разрешения снять резину ни в коем случае. Не скупись, если тебе не хочется, чтобы тебе сделали приятно зубами. Или чтобы она меняла позы каждые 30 секунд, пытаясь понять, как быстрее заставить тебя закончить и поскорее убраться подальше. Какие бы у вас ни были ожидания, их стоит снизить. Будьте готовы и к разочарованию. Если вы убеждены, что девушка по вызову обязана уметь сделать так, чтобы вы забыли, что платите ей, переосмыслите свое отношение. У них есть сверхъестественная способность, очень приятное занятие превратить в рутинную работу. Номер 1. Вы можете из-за этого потерять мотивацию к поиску традиционных отношений с женщинами. Номер 2. Убедитесь, что знаете, за что вы платите. В смысле, какие виды деятельности и действия для нее возможны, а какие под запретом. Номер 3. Не давайте им ваш номер телефона или информацию о личных контактах. Номер 4. Не приводите их к себе домой. Номер 5. Убедитесь, что используете контрацептивы отличного качества. Как-то раз я использовал дерьмовые, которые порвались посреди дела. В итоге я получил гонорею. Мне 40 лет, и на данный момент это одна из пяти самых ужасных болей, которые я испытывал. Я несколько дней чувствовал, будто из моего шланга извергается лава. Мне пришлось пойти в больницу уже на следующий день после этой встречи. Не повторяйте мои ошибки. Номер 6. Не ходите в дешевые заведения. Если цена подозрительно низкая, то, скорее всего, там используют женщин против их желания. Номер 7. Не делайте это, будучи пьяными в хлам. У вас может случиться алкогольная дисфункция. Вы загоните себя до полусмерти, пытаясь эякулировать. Номер 8. Придерживайтесь первоначальных договоренностей. Если девушка попытается изменить соглашение в процессе, то, возможно, вас ждут проблемы. У меня было несколько таких встреч. Сказать правду, не стоит идти на улицу, чтобы снять девушку, лучше поищите агентство. Обычно, если вы слышали типичные истории о девушках по вызову, то вы знаете, что ради вашей безопасности лучше использовать свои контрацептивы. Будьте особенно внимательны с теми, кто берут плату только за то, что они приехали к вам, а потом пытаются вытянуть из вас больше денег. А еще, когда вы рассматриваете их фотографии, постарайтесь понять, были ли использованы фильтры. Убедитесь, что они предлагают те услуги, которые вам нужны, и что они дружелюбно расположены к тем, кто делает это в первый раз. Не стоит делать это в отелях с сомнительной репутацией и на парковках. Постарайтесь получить удовольствие. Держите ситуацию под максимальным контролем. Не берите больше денег, чем вам нужно, и постарайтесь не светить свои документы. Если вы хотите сделать это из-за одиночества, не делайте этого. Для них это профессия, скорее всего, они будут лишь имитировать удовольствие. Если вы не заплатите им очень крупную сумму, то, скорее всего, опыт будет не настолько приятный. Для меня это было чуть лучше, чем погонять лысого, но это того не стоило. Даже не думайте о том, чтобы сделать это без защиты, ради вас же самих. Серьезно, мне очень повезло, обошлось только гонореей. Если она согласна делать так с вами, она делает так со всеми. Кто просит, платит за это. Самые дорогие девушки не всегда самые лучшие, а те, что дешевле, не всегда хуже. Не тратьте на это деньги, если точно знаете, что они понадобятся вам в будущем. Если вы хотите попробовать что-то особенное, погуглите, чтобы узнать, есть ли вероятность передачи ЗППП таким путем. Если ответ «да», то не делайте этого. И будьте осторожны, чтобы не впасть в зависимость от этого. Это погубит вас. Мой дед потратил на это буквально все свои деньги. Он ходил к девушкам по вызову дважды в день. Сделайте это. Для меня это стало настоящим откровением, потому что я понял, что единственной причиной, по которой я терпел отношения, был интим. А сейчас, когда я могу купить его, мне стало гораздо легче жить своей жизнью. Лично я полностью удалился из мира отношений. Я просто хожу в любимый бордель раз в две недели. А время, которое я мог потратить на тиндер и свидание, я провожу в спортзале, или занимаюсь своим хобби, или просто гуляю в парке. Удаление женского фактора из моей жизни – это так круто. Я из Нидерландов. У меня большой опыт с девушками по вызову. Соглашение нужно заключить до того, как вы расплатитесь. Сообщите им о том, чего вам хочется, спросите их, могут ли они сделать то, чего вы хотите. Иначе ожидания не оправдаются. Соблюдайте правила борделя. Если она не сделала то, о чем вы попросили, после того, как вы уже заплатили, как можно скорее обратитесь к хосте с борделя или сутенеру и скажите им, что вы не удовлетворены, потому что она не сделала того, о чем вы договорились с ней и с борделем. Вы платите борделю и сутенеру за их время. Если вы обратитесь к ним как можно скорее, они сами будут заинтересованы в том, чтобы пойти к вам на встречу. Например, они могут выделить вам другую женщину на остаток оплаченного вами времени. Выбирайте красивых женщин. Выбирайте женщин, которых считаете очень красивыми. Таких, на которых у вас встанет, как только вы увидите их. Особенно, если у вас нет опыта. Вы не можете позволить своему беспокойству взять верх над вашим возбуждением. Это вызовет эректильную дисфункцию, а это потеря денег. Красивые женщины дороже, но они этого стоят. Найдите лучшее соотношение цены и качества. Могу сказать это с гордостью. У меня в жизни были все женщины, которых я хотел и о которых мечтал, благодаря тому, что ходил в борделе или вызывал эскортниц. Будьте готовы платить много денег. Повторяю, красивые женщины, которые предоставляют качественные интимные услуги в чистом, безопасном и законном заведении, стоят недешево. Не делайте это у себя дома. Берите подальше ценности. Не говорите о деньгах при личной встрече. Не говорите о сервисах, через которые вы организовали встречу. Узнайте симптомы инфекции и визуально проверьте девушку на них. Не позволяйте своему рту участвовать в этом. Тщательно помойтесь в душе после встречи. Я был в публичных домах во всех странах. От Израиля до Франции, от Сингапура до Токио. И это всегда был приятный опыт. Мой совет. Не тратьте свое время на вопросы об истории ее жизни и на какие-либо беспокойства, которые никак не касаются интима. Не нужно вести себя как жестокий ублюдок, но помните, что вы платите за время. Она оставит вас неудовлетворенным, с посиневшими яйцами, если вы не уложитесь в свое время. Поэтому просто поздоровайтесь, не боясь смотреть ей в глаза. Скажите, чтобы начала раздеваться, а сами наблюдайте за ней. Если она разденется перед вами, то вы быстрее справитесь с нервами и у вас встанет. Не думайте о прелюдиях, чуваки, вы ведь платите за время. А еще, если вы хотите попробовать и попрактиковать что-то новое, то это можно сделать с девушкой по вызову. Например, попробовать римминг. Если вы остались недовольны тем, на что потратили деньги, то вы сами виноваты. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok